53 человека погибло, 298 ранены, под завалами еще остаются люди, спасательная операция продолжается. Такие последствия ракетного удара, который совершила Россия по Полтаве накануне. Напомню, атака была направлена по корпусам учебного заведения, а также местной больницы. Мы продолжаем информировать вас о ситуации в городе, и наша корреспондентка сегодня работает в Полтаве, Наталья Белокудря. Еще раз приветствую тебя, Наталья. Что изменилось к этому часу? Какая ныне обстановка в самом городе? Хочу рассказать о том, что 20 человек из того количества пострадавших сейчас находятся в реанимациях в разных больницах Полтавы. Об этом накануне рассказали в Полтавской областной военной администрации. Само здание, где произошел удар, оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции. Идет разбор завалов. Медики, спасатели, все профильные службы находятся на месте. Как рассказали власти, само здание повреждено очень сильно. И, скорее всего, оно будет разбирать. Здание учебного заведения разрушено. После работы всех служб будет принято решение о дальнейшем его существовании. Сейчас поисковые работы продолжаются. Разбор завалов еще идет. Это учебное заведение, потому был учебный процесс. Враг ударил. Там были гражданские. Погибли гражданские. Пострадал ребенок. Более 200 спасателей и 50 единиц техники сейчас заняты на объекте. Также привлечены кинологи с собаками. Они ищут пропавших людей. А в Полтавской станции переливания крови второй день огромные очереди. Неравнодушные полтавчане хотят сдать кровь для раненых. По словам медикам, им приходится доставлять топчаны в зале для сдачи крови для всех желающих. Накануне было 150 доноров. Сегодня ожидают еще большее количество людей. Видим очень высокую активность наших жителей. Очень многие люди изъявили желание вчера стать донорами. Около 150-170 человек вчера сдали кровь. И сегодня мы видим примерно такое же или большее количество желающих сдать кровь. Все больницы снабжены полностью компонентами крови. Продолжаем работать и обеспечивать наши больницы и пострадавших. В самой Полтаве сегодня приспущены флаги. Отменены все развлекательные мероприятия. Объявлен трехдневный траур по погибшим в результате циничного теракта. Вот такие новости. Студия. Наталья, спасибо тебе. Напомню, наша корреспондентка Наталья Белокудря была с нами на связи. Это Полтава, город, который был подвержен ударам террористическим со стороны России. Напомню, это государство ударило баллистическими ракетами тип Искандер-М по институту и больнице в Полтаве.